Я хочу коснуться, пару слов сказать о жертве. Я хочу, чтобы мы одной детали коснулись о применении всей этой системы жертвоприношений. Бог всегда говорит, говоря о жертвоприношении, чтобы приносилось самое лучшее. И в Новом Завете существует принцип, приносить Богу лучшее. То есть мы должны отдать Ему всю жизнь. Когда мы Богу приносим дары, мы даем самое лучшее. Это очень важный принцип, если мы любим Бога. И вот одна из вещей, о которой очень интересно учить, это детали храмовой системы жертвоприношений. Об этом написано ряд очень хороших книг. И мы можем о Ешуа так много узнать, изучая храмовую систему жертвоприношений. Не буквально исполняйте законы, но храмовые жертвенные законы, они являются объяснением жертвы Ешуа, изучая это, чтобы понять. Давайте обратимся к 25-й главе книги Левита. Древний Израиль Там была развита потрясающая система благотворительности или сострадательности. Я не думаю, что мы буквально должны следовать этой системе сострадания, но она сама по себе удивительна. 25-я глава. Мы учим, здесь читаем о шабатнем бугоде. И здесь все, что здесь пишется, оно связано с верой. Я не буду сейчас читать это все для того, чтобы время сохранить. Но каждый седьмой год Вы не удивительно ли, насколько Библия, она постоянно упоминает это число 7? Падо? Ни в какой другой религии о числе 7 не говорится. Каждый седьмой год Вы не садили семена Вы отменяли все долги И всех израильтян, бывших рабами, отпускали на свободу. Удивительно, не правда ли? Но это вызывало определенные проблемы. Если я кому-то занял деньги в начале 7-летнего цикла, то я, вероятно, деньги эти мог получить обратно. Но если я на 5-й или 6-й год занимал деньги, то была вероятность, что я их мог не получить. То есть появлялась проблема, что люди, они могли не хотеть занимать деньги другим людям. Еще кое-что о том, чтобы занимать кому-то деньги. Библия говорит, что если мы занимали деньги другому израильтянину, мы не должны были ожидать от него процентов. Вам необходимо учесть, что в том обществе не было инфляции, то есть обесценивание денег. То есть деньги, они состояли из конкретного вещества, серебро или золото. И я думаю, человеку можно было сказать, и это вполне по-библейски, заплати мне ту реальную сумму, которую я тебе давал. В рамках Библии вам нужно учитывать инфляцию. Но если кто-то нуждается, и вы ему заняли деньги, верующий, верующему, он не должен вам возвращать больше. Я думаю, что заем в бизнесе, это несколько другое. Если человек хочет у вас занять денег, и хочет, например, получить с этого какие-то проценты, то есть человек занимает у вас деньги, хочет пустить их в бизнес, и потом получить прибыль. Вы можете ожидать от него часть прибыли, поскольку... Но если бы руководствоваться тем, что написано... Если бы руководствоваться библейским принципом, чтобы никаких процентов потом не получать, то тогда бы вся современная экономика, она обосстановилась. Но ортодоксальные евреи с большим трудом справляются с этой ситуацией. Я думаю, что им не обязательно вовсе сражаться. Но отмена этого, отмена долга. Как же можно было разобраться, решить то, что люди не хотели занимать деньги в конце семилетнего цикла? И вот, что говорил Бог по этому поводу. Вам нужно в любом случае давать это и быть щедрым, потому что он ваш брат, и вам необходимо было... Бог, он заповедал щедрость, даже если вы потом не получали это обратно. И Ешуа, он приказал то же самое. Фэллоу. Написано было, что оставляйте землю незасеянной, то есть в русском языке это под парами буквально. Это было очень важно для земли, потому что земля, она за это время обновлялась. В современном фермерском хозяйстве и если на поле засевать постоянно одним и тем же видом семян и каждый год засевать, это значит, то есть земля, она истощается и теряет свою плодородие. И приблизительно 50-40-50 лет назад сельскохозяйственная наука учила. То есть нужно каждый год на каждом поле сеять что-то, какой-то новый вид растений, а иногда поле вообще оставлять незасеянным. и просто позволить земле, чтобы там росло, ну, росло все, что взойдет. То есть это экологический закон для земли. И часть Божьей заповеди, как мы можем заботиться о земле. Поэтому экологический закон, он библейский. И Бог сказал, что Он будет судить человечество, если мы эту землю разрушим. Поэтому очень важно, вот о чем здесь говорится. Вы меня слушаете. Поэтому здесь есть сострадание, забота о земле, и есть свобода от рабства. чтобы это применить в современном обществе, что требуется каждые семь лет и помогает людям, которые находились в долгах, выйти из долгов. это требовало заботы о земле. И мы можем здесь увидеть определенные принципы. В модернен бэнкрофт? Да, вот в вопросах современного законодательства о банкротстве. Если человек занимает деньги, то он намеревается их вернуть. Но произошло так, что он вернуть деньги не может. Что происходило в древнем мире? Такой человек становился рабом или в тюрьму направлялся. Но в Библии вы на седьмой год освобождались от этого долга. Но на Западе, и я уверен, что на Украине так же, вы можете пойти в суд, я обнищал, и суд может отменить ваш долг. Вы видите такой же принцип? Вы это видите? Очень важно. То есть, не появится класс людей, который был раздавлен своими долгами. В чем проблема состоит? Проблема в вере. Что если? Ну вот, я думаю так. Если я не засею свое поле, как я буду в будущем году кушать? У меня не будет достаточно пищи. А что Бог говорит? Действуй верой. Верь Богу. И у Бога здесь обещание, что если ты будешь соблюдать шаббатный год, то то, что вырастет в шестой год, тебе этого хватит до урожая в конце первого года нового цикла. И этот урожай будет достаточен на полтора года, пока первый урожай в июне появится. И потом был еще осенний урожай. И субботний год это было связано с верой, доверием Богу. Он требовал веры. Вы это видите? Но каждый 50-й год юбилейный юбилейный год вся земля, она возвращалась во владение прежним хозяевам. Еще хочу повторить раз, что это было для того, чтобы предупредить нищету, пан. Это было не препятствовало возникновению класса, который бы стал владельцем всей земли. Чтобы большая часть народа обрабатывала эту землю для богатых землевладельцев. Мы знаем, что такая система была в России. Люди, которые обрабатывали землю в России в прошлые века, как они назывались? Люди, которые работали на земле. It was who serve. Who serves, yeah? In Russia, it was the persons who was they had name connected or binded for something. fixed for something without possibility to move. То есть, люди, они, то есть, люди, которые землей не владели, они должны были производить большое количество продуктов для владельцев земли, а сами жили в нищете. То есть, вот такая система, когда были землевладельцы и вот эти обслуживающий персонал, они людей это держало в нищете. Смотрите, вот что удивительно, Бог дает людям землю. Земля, она принадлежит Богу, Он дает ее людям, и вы можете продать землю только временно на количество лет, оставшихся до юбилейного года. Каким же образом это применяется в современном обществе? Это применяется то есть, вы время от времени должны перераспределять богатства и возможности. Мы живем не в сельскохозяйственном обществе. Но должен быть какой-то способ, чтобы люди могли получать богатство, благосостояние, или чтобы у них появилась возможность богатства это делать. Все правильные виды должны все правильные виды усмотрения, обеспечивания бедных, образования. То есть, должны быть способны обучаться науке, менять профессии. То есть, в обществе все это должно быть те же самые вещи. То есть, бедные, у них должна быть возможность устроить свою жизнь. и единственный путь, как это можно сделать, чтобы те, кто богат, предоставляли бедным такую возможность. Это библейский принцип, основанный на юбилейном годе. То есть, смотрите, я думаю здесь галактический. Иешуа говорит, что вхождение в Царство Божье и та возможность войти в Царство, которое Он дает, она нам позволяет жить в непрекращающемся юбилейном годе. Потому что Он всегда обеспечивает. То есть, в Иешуа мы вошли в постоянное, будем жить постоянно или живем постоянно в юбилейном годе. И это также часть применения Нового Завета. Еще я хочу сказать, вот возникает большая проблема. Большая проблема. Большая проблема. Скажите, пожалуйста, все Бая Гедола. Большая проблема. Вот в 50-летнем промежутке только что закончился юбилейный 50-й год после 49-го. То есть, 49-й год был шабатним. Хорошо. Вот начался 50-й год. И вот второй год подряд вы не должны были засевать поля. То есть, вам действительно нужно было употреблять веру, потому что как же я теперь буду питаться? Большая проблема. И какой уже божеский ответ? Давайте прочтем. Так Писание говорит. 25-я глава, 20-й стих. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших? И вот ответ. Я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года. И будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года, доколе не поспеют, произведения его будете есть старые. И мы здесь видим, вы можете только продавать землю на промежуток времени, оставшиеся до юбилейного года. И если вы будете продолжать соблюдать шабатный юбилейный год, Бог такой сделает землю производительной, что она будет родить все вот эти годы, когда они будут сеять. Вы также можете здесь в этой главе увидеть другие законы помощи бедным. даже чтобы заботиться о бедных, которые беднели до того, что они переживают себя стыд из-за этого. И здесь заповедь такая, чтобы к ними обращаться хорошо. И для того, чтобы продавать израильтян или пришельцев временному владельцу, это позволяет, чтобы говориться о том, что человек должен всегда иметь возможность быть выкупленным. А в юбилейный год освобождаются все. В соответствии с Ермияху у Израиля не было веры, чтобы поступать так. И они так не поступали. земля потеряла плодородность и в 70-й год плена. 70 лет пленения это были годы, которые земля должна была отдыхать за все те годы, когда юбилейный год не отмечался. вопросы есть? Говорите. В Писании написано в Торе, что евреи не могут брать проценты. Учитывая не только инфляцию, но с целью разбогатеть. тем не менее, многие банкиры евреи как это понимать? In the scriptures written that people cannot lend money for the interest. Yes? But many Jewish bank owners do that. How to understand that? Если вы занимаете деньги как банкир, вы деньги занимаетесь с целью, чтобы с вами поделились, чтобы doesn't talking. No, it's talking about lending money because a person is poor. Biblia говорит о том, чтобы занимать деньги бедному, который просто нуждается. А если человек занимает деньги для того, чтобы получить на этом какую-то прибыль, то речь уже о другом идет. Когда вы занимаете деньги человеку, в этом смысле, он богатеет от этого. то есть это совершенно другой подход. Видите? Давай. Люда asks, is in Israel keeping the seventh year? соблюдается ли седьмой год в Израиле сейчас? Интересно. Израиль не верит, что это сейчас практично делать так. Религиозные люди, которые там в Израиле, продают землю на седьмой неевреям на седьмой год. Значит, это уже больше не их земля. И они соглашаются, не... То есть, они заключают контракт, что им эта земля будет продана через год обратно. А если я не владелец земли, то в седьмой год я не обрабатываю землю. Инжинис. То есть, это, это, скажем так, гениальная, гениальный способ для ортодоксальных евреев обойти закон. много раз. То есть, часто еврейская ортодоксальная галаха, она находит способ обойти закон. Например, я вам дам пример. Библия говорит отдыхать на шаббат. И с этим связано понимание, что ездить на большие расстояния в шаббат, это неплохая идея. Что же делают? ортодоксы, они определили, как далеко вы можете ездить на шаббат. И это называется шаббатний путь. Ты не можешь ходить дальше, вот. И в дополнение они говорят на шаббат мне не позволено носить вещи, кроме как в моем доме. Я могу с места на место переставлять, но вне дома я не могу носить вещи. И вот вы в городе. ортодоксы протянули проволоку вокруг района города. Она называется Эрув. И раввины провозглашают, что в пределах этой проволоки считается это твой дом. И если ты в пределах этой проволоки натянутой, ты там можешь носить что-то, ходить дальше, потому что это твой дом. И есть много законов подобных иудаизме. Это не возможно выйти из города. есть и есть вот этот Эрув. Вот что делать с Одессой. Я верю, что ортодоксы пытались создать евреев. Здесь говорят, что он встречал одного ортодоксального еврея, который хотел создать такой район обтянутой проволокой. Хорошо. 23-я глава. Бог говорит Моисею, «Объявися нам израилевым и скажи им о праздниках господних, в которые должно созывать священное собрание. Вот праздники мои». Поскольку здесь сказано «all Christians», что это праздники Господней, то все христиане должны соблюдать их. Но в Евангелии Теоанна они называются иудейскими праздниками. Да, это праздники Господней, которые Бог дал Израилю. Новый Завет не требует, чтобы христиане в эти дни созывали священное собрание. Мы можем как христиане соблюдать эти дни и собирать священное собрание? Конечно, да. И один из таких праздничных дней со священным собранием все христианские церкви соблюдают. Какой священный день большая часть церкви соблюдает? Ну, это не день Господень. Песох. Почти. Шавуот Пятидесятница. Пятидесятница. Он почти всегда этот день совпадает с еврейским календарем и почти вся церковь его соблюдает. Страстная пятница на Западе. День распятия. Она почти всегда так соблюдается, как Пасха. В день воскресения сохраняются первые плоды. То есть праздник первых плодов приблизительно в тот же день, но это не является днем Священного Собрания. Церковь очень близка к тому, чтобы Песох соблюдать как день со Священным Собранием. Из-за разницы в солнечном календаре, который соблюдают христиане и еврейском лунном календаре, дни не всегда совпадают. Но обычно они близки. не интересно ли это, не правда ли? Хорошо, первый день это день субботний. Каждую неделю есть Шаббат. Раввины говорят нам кое-что интересное. Шаббат это конкретный день, который был определен Господом. Но даты праздников точные определяются человеческим выбором. Кто это знал? Поднимите руки, если кто-то знал это. что же раввины имеют ввиду? Позвольте мне объяснить вам. Это по-настоящему изменит ум людей, которые думают, что должен быть назначен точный день. мы евреи, соблюдаем еврейский календарь, это же наш календарь. А еврейский календарь это что, исключительно точный календарь? Нет. Почему? Каждый год Земля она вращается вокруг Солнца. Сколько дней? 365. И что еще? И четверть? Сергей говорит четверть. Правильно. Каждый месяц Каждый месяц Луна делает круг вокруг Земли. Сколько это занимает? Сколько лет? 30 где-то. Итак, проблема вот чем. Сколько месяцев в году? 12 months in the year. Сколько дней в году получается? 30 на 12. 360 вопрос. Вопрос. Если следовать вот этому году, на протяжении цикла лет, однажды, наступит момент, когда вы будете урожай праздновать в день посева. И Библия ничего не говорит, как с этим разобраться. хорошо, мессианские евреи и пытаются соблюдать библейские даты. И говорит, что церковь, она не библейские даты соблюдает, а языческие. они неправы, неправы. Потому что разница между церковью на западе, не на востоке, но на западе, и еврейским календарем. Как справиться с этой проблемой? церковь говорит, нет проблемы. Мы добавим по одному дню в разные месяцы. Будут 31, 30 дней, а в феврале 28 дней, и потом каждые 4 года, у нас будет 29 дней в феврале. И мы каждый год будем эту проблему таким образом решать. В библейские времена другая группа людей была, которая так поступала. Какая же группа евреев избрала следовать солнечному календарю в библейские времена? 365 с половиной дней, с четвертью. Кто знает? Херодианс. Исей. Исей. Вы должны понять, что вот это называется солнечный календарь, потому что он reconciled? Потому что он согласует лунный и солнечный цикл ежегодно. Лунный календарь. Он, в общем, тоже солнечный календарь. Невзирая на то, что он лунный называется. потому что он согласует лунный цикл с солнечным, добавляя месяц каждые шесть лет. То есть они оба календаря должны как-то друг друга согласовать. Но используя солнечный календарь, дни праздников время от времени отличаются от лунного календаря. И что говорят раввины? Мы решили вот таким образом делать. это человеческий выбор, нет заповедей Божьих, как поступать в этой области. То есть в этом просто видно неразумное обвинение церкви в том, что она пользуется языческим календарем. А почему церковь выбрала солнечный календарь? Они что, хотели язычниками быть? Нет. Потому что в те времена влияние греческой философии и математики было большим, и люди пытались все математически точно рассчитать. церковь хотела ежегодно в одно и то же время праздновать смерть Ишуа на кресте. Вот мотив был в этом, а не в язычестве. Для мессианского иудаизма нет необходимости отвергать церковь. Вы следите за моей мыслью? Да. Кто знал это раньше? Кто не знал? Не удивительно ли это? Я хочу быть уверенным, что я вас учу тому, чего вы не знаете, потому что если вы это уже все знаете, то я просто время трачу напрасно. Итак, говоря о праздниках Господних для большей части их они имели множественное значение. Каждый праздник имел то, что я назвал бы сельскохозяйственное значение, сельскохозяйственное значение, затем историческое отображение, потом жертвенное значение, потом значение в плане прихода Ишуа, значение в плане прихода Ишуа, Затем И значение окончательное эсхатологическое значение окончательное эсхатологическое исполнение этого праздника. То есть это уже было уже, а вот эта последняя часть была еще не в полноте. То есть, извините меня, последняя часть была связана с тем, когда Царство Божие придет в полноте. мы не успеем все это закончить до перерыва. Мы сейчас поговорим о Шаббате и потом пойдем на перерыв. У Шаббата было сельскохозяйственное значение. и большая часть сельхоззначения имела одно значение. Бог Он обеспечит, Бог усмотрит. Вы могли взять один день из семи и Бог в этот день Он усматривал. Если вы доверяли Богу, что Он в субботу, то, что в субботу, если вы не будете работать, Он обеспечит все ваши нужды, вы следите за мной. Таким образом, вот почему мы отдыхаем в субботу. Историческое значение это исход. читали ли мы об исходе во Второзаконии второй главе? Я вывел вас из Египта, вы были рабами там, и сейчас вы должны быть сострадательным обществом. частью сострадания должно быть то, что даже животные и рабы должны в субботу отдыхать. Даже рабы в субботу должны были отдыхать. и в вопросе жертвоприношения в храме вы должны были там дополнительные жертвы приносить. Затем исполнение в Ешуа Он Господь Шаббата и мы входили в шаббатный покой через Него. Мы по-прежнему сохраняем день, но мы покоимся в Нем становится характеристкой Его жизни, как юбилейный год. Вы следите за Мной. Но вот этот век, который грядет, но еще не пришел, мы видим век покоя, тысячелетний век, мессианский век, или грядущий век Хаулам Хабаа, когда каждый будет хранить шаббат во всем мире. Во всем мире будет вера и покой в Боге. И также учат раввины, что шаббат является тенью мессианского века. чтобы каждую неделю мы могли попробовать на вкус, что будет в мессианский век. Да? Вопросы есть? Важно, что когда мессианский еврей он соблюдает праздник. Он таким образом показывает значение Божьей цели для этого мира. И есть такая ходатайственная функция в соблюдении праздников. Потому что мы таким образом ведем историю к полноте мессианского века, которая еще не наступила. Когда евреи зажигают свечи, даже если они не знают этого, они таким образом провозглашают существование Бога, что Он создал в семь дней землю и небо, то есть семь дней Божьего творения, это историческая часть шаббата. То есть они таким образом провозглашают реальность Бога как Создателя. То есть это не эволюция, не атеизм, не пантеизм, но они провозглашают существование единого Бога. И мы можем увидеть, как дьявол пытался разрушить свидетельство Израиля, поскольку это свидетельство очень могущественное. Существование евреев, оно свидетельствует о существовании Бога. Ассимиляция она это свидетельство обрезает, отрезает. Но через празднование шаббата, это как молитва, мы высвобождаем в атмосферу. Молитву за мир, который приходит к исполнению своего окончательного предназначения. Еврейские молитвы на шаббат, они точно выражают это. то есть они прямо говорят об этом. Олга has a question. I have a practical question. Friday night I have a training of our worship group. And Shabbat begins at night. What is my decision to give up my training of worship group and then worship Shabbat or celebrate Shabbat after that. it will be about 9 p.m. But it's already late to light up the candles. He is not married. She is not married. Here are some possibilities. Here are some possibilities. Shabbat дома. Shabbat messianic groups do messianic and messianic and messianic groups do this Thursday night. You mean the activities? to they they are in the week on the repetician group of the p.m. Другая возможность. Если ты не в браке, в пятницу вечером ты можешь праздновать. Поджигаешь свечи, кушаете вместе на шаббат. You mean worship group? То есть вы можете собраться и репетиция может быть одновременно с празднованием шаббата. Вы можете сесть, покушать вместе, отметить шаббат и потом петь, репетировать. Что ты имеешь в виду? Шаббат in any case. Руслан asks. He says, шаббат in any case. Правильно. If it will be correct for me to give up training of worship group to celebrate Shabbat if I will be in marriage. Понимаете, не проблема, когда вы в браке. Потому что ваш муж может быть с тобой, может, он тоже будет в группе прославлений. Если ты будешь замужем, то твой муж тоже может быть в группе прославлений. Ты можешь... Вот, и если ты можешь остаться дома с мужем праздновать, а вот уже если дети, то тогда шаббат нужно праздновать всей семьей. Вот тогда вопрос отстает остро. Я думаю, что неправильно на шаббат не быть с детьми. Ты, когда дети появятся, ты потом ему расскажешь, как дела. Ну, в смысле, как ты этот вопрос решаешь. Вопросы еще есть? Вопросы есть? Вопросы есть? Почему Мессоциской Jews нужно праздновать шаббат? For example, Orthodox Jews They have a lot of rules Which Which are limiting Something to do on Shabbat But for example, our brothers From our congregation On Shabbat, they carrying The equipment of musical equipment So they breaking Священникам на Shabbat Позволялось делать много всяких вещей Понимаете? Иешуа говорил Что священники На Shabbat всегда работают Вы можете для Царства Божьего Но то же самое Со священниками в храме В Новом Завете Потому что у вас священное собрание А Shabbat — это священное собрание Вы должны к нему приготовиться Как Новозаветное священство Но правило для Shabbat Это то, что тебя обновляет То есть обновление с Богом Или другими вместе То есть те вещи Которые ты делаешь Не делай Которые вещи Которые нужны Экономические Короче, у Ортодоксов куча всяких требований Не водить машину Не ходить далеко Не зажигать свет Не носить Не носить блокнот в кармане А если ты находишься В зоне действия Проволоки натянутые Ты можешь носить Если вы хотите жить Ортодоксальной жизнью Или достигать Ортодоксальных евреев То вы все эти вещи Можете делать Но они не библейские Но если вы на Shabbat Хотите на дальнее расстояние Путешествовать То это будет вас выбивать Из состояния покоя Из состояния отдыха Радости Общения То, что характеризует Этот день Что? Туризм Как отдых Валера спрашивает But tourism As in rest Tourism Yes Traveling Just for joy Somewhere Это нормально Валера спрашивает Субтитры 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 Субтитры